друзья мои сегодня как и обещала занялась своими цветочками посадила семена в землю привела в порядок балкон дорожку надо постирать ну в общем в общем что я сделала посмотрите анемчик моя свекровь дала мне раньше эти семена я вот так вот сделала их посадила землю посмотрим здесь тоже немножко привела в порядок кое-что здесь на поддоне это сюда посадила сюда посадила очень много семян у меня было значит еще знаете что еще хочу сказать вот посмотрите такие у меня цветочки муж пришел ашкэм и сказал что у нас умер капэджи то есть тот кто ночью дежурил у нас вот там вот в той будке видите представляете так жалко стало оказывается у него был рак и месяц его он уже не работал вообще знаете я думала что когда приехала в турцию что здесь люди не умирают потому что я никогда не видела гроб на улице кого-то несли хоронили у нас грузии как 5 от 3 до 7 дней покойник лежит дома приходит в течение всего дня соседи ходят ходят сидят сочувствуют соболезнуют родственники плачут плачут потом они также собираются и угощают допустим по подъездам сегодня один подъезд готовит еду для семьи умершего на второй день второй подъезд третий день и вот так вот семья не готовит кушать потому что у них постоянно переполненная квартира родственниками соседями им некогда они сидят только и плачут вот в течение трех или пяти дней или семи возле гроба а здесь вот в турции посмотрите вы видите я даже не заметила занималась своими делами вот такой вот такая палатка вот сегодня он с утра умер что будут они делать покойник сам находится в морге джами мечети и вот сегодня родственники там будет сидеть соседи все молиться будут молитва будет проходить завтра завтра будут готовить еду и вот видите там рядом сзади палатки есть место такое и там будет накрывать столы и кормить соседи здесь знаете как они кормят порционно всем все дают допустим я вам расскажу в следующий раз когда увижу что или лохман джун это может быть плов какой-то вот куриный плов там лохман джун вот это вот со всеми травками пряностями зеленью и соком каким-то или лимонадом или фантой колой запивают вот муж сказал мне я и знаете что я вот никогда не сталкивалась видела пару раз когда мы проходили эти палатки но не имела представления чтобы это значило но вот сейчас вот он мне объяснил что завтра день похорон его могут подвести просто к воротам нашего дома или с этой стороны посмотрите или с той стороны чтобы соседи еще раз попрощались с ним ну как попрощались сами понимаете вот увидели этот гроб и попрощались и все и его потом отвезут и похоронят в дом то есть после того как человек умер его сразу отвозят в морг в общем вот такая его традиция такие обычаи по погреблению умершего в Турции надеюсь вам было интересно это послушать потому что мне само было очень интересно это услышать с уст моего мужа вот так с утра родственники собираются умершего собираются в этом во дворе все вот там вот скамеечки видите они сначала там сидели а сейчас вот будут сидеть в этом шатре палатке что я хотела вам сказать друзья мои этот человек который умер так мне вчера душа болела аж расплакалась почему потому что он был ночной охраной каждую ночь он сидел вот в этом домике видите вот в этом не помню и столько у нас воспоминаний мы когда приехали с мужем поздно возвращались домой и вот потому что гуляли все тепло же было да гуляли допоздна и вот он нам предлагал сюда кофе выпить чайок выпить конечно жалко когда человек уходит ну ну я вам сейчас объясню его историю те кто по другому называются капы джи то есть охрана такая капы джи это капы это дверь капы джи это охранник двери вот так вот можно сказать если дословно переводить но они эти люди живут на первых этажах вот на первом этаже вот там вот сейчас вот люди выходят из подъезда то есть что я хочу сказать дом где они работают бесплатно сдают в аренду квартиры вот у нас два капы джи есть у одного вот в нашем ситы а у другого в том ситы они вот вечером мусор собирают как я вам сказала выходят целый день смотрят за садом вот за нашим двором ухаживают за цветочками ну они распределили свои обязанности ночью он дежурил а днем работал другой у нас есть мурат вот он приходит мусор забирает если что надо помочь всегда помогает ухаживает за домом цветами садом в общем все что хотите что то испортилось они тут вместе все это организовывают и ремонтируют и вот сейчас мой муж сказал что естественно он умер и сейчас они должны его жена должна освободить эту квартиру и примут снова такая вот история оставайтесь со мной я вам все покажу как будет все дальше вот так мужчины сидят я женщин не вижу только мужчины молятся вроде бы сказали когда будет намаз в обед в 12 часов вот тогда его уже вынесут с джами аж кэм тоже пошел соболезновать разносят предлагают чай сейчас вот он аж кэм сядет рядом что женщины наверное в помещении а мужчины на улице это как аппеджи у нас второй мурат который обслуживает наш дом чай что предлагает как они получают зарплату вот мы собираем айдат каждая семья каждая квартира и оттуда они значит платят этим аппеджи сколько я живу здесь вот я первый раз вот так вот вижу снимаю как происходит процесс хоронения сейчас я заметила что женщины появились мужчины куда-то нас направляются наверное они идут все в джами джами у нас рядом находится но женщины пока сидят но женщины говорят не идут вон мой муж пошел аж кэм пошел все идут в джами женщины остаются жена видела там плачет царство небесное пусть земля будет его пухом хороший был человек друзья мои оказывается еще ничего не закончилось сейчас мой аж крем позвонил я вот поснимаю это для вас его привезли сюда сейчас все соседи будут прощаться на этой машине и привезли все молятся сейчас и и и молитва закончилась молитва закончилась и теперь уже все вон жена синей этой плачет ой жалко люди человек хороший был я вчера знаете что так переживала когда услышала об этом пусть земля будет ему ухо это вот стоит на автобус садятся люди кто поедет наверное на кладбище женщины не идут на кладбище мужчины все последний путь проводили все его вот такой чувствительный человек жалко людей когда они умирают простите меня за мою слабость сегодня могу с вами попрощаться вот после кофора они пришли люди кушают ну столы почти пустые наверное я опоздала так порцию на каждого приносят и кушают люди похоронили его уже те мои ашкин не видно мои ашкин женщины отдельно мужчины отдельно с детьми как будто замечательные сегодня супер не это будет в